Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Вы часто просите меня показывать больше своих тренировок. И я постоянно рекомендую всем делать периодизацию, тренировать как окислительные, так и гликолитические мышечные волокна, и даже промежуточные. И сегодня я вам покажу, как я тренирую одна из тренировок на окислительные мышечные волокна. Именно руки, бицепс и трицепс. Те, кто тренируется натурально, я надеюсь, в таких большинство, будет получать больше пользы, если вначале сделает легкие приседания или становые тяги. Не серьезно, не так, как когда мы тренируем с вами непосредственно ноги. В легком режиме 2-3 подходика на 6-8 повторений. С тремя-двумя повторениями в запасе. Это даст хороший выброс гормонов, и потом мы уже с помощью статодинамики загоним эти гормоны к нам в бицепсы и трицепсы. После общей разминки, после специальной разминки для бицепса, вы уже знаете, с каким весом будете работать, необходимо поработать следующим образом. А сегодня я буду делать подъемы штанги на бицепс. 30 секунд буду работать, 30 секунд буду отдыхать. Первый заход – три таких серии. Получится 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. 30 секунд работаю, 30 секунд отдыхаю. После этого перехожу для трицепса. Но обратите внимание, что амплитуда ограничена самым сложным участком движения. Для чего это делается? Для того, чтобы затруднить отток крови от работающих мышц. Мы с вами получим закисление, мы с вами получим хороший тренировочный эффект от того, что делаем. И обратите особое внимание, что я стараюсь замедлять движение как в позитивной фазе его, так и в негативной. Негативная фаза даже замедленнее. Я частенько практикую за 30 секунд всего 3 повторения. 5 секунд поднимаю вес, 5 секунд опускаю вес. У меня 5 различных тренировок на окислительные мышечные волокна. И скорее всего, если вам это будет нравиться, ставьте лайки, пишите в комментариях. Я покажу вам постепенно все эти 5 разных тренировок. Ну что, друзья, следующее упражнение в таком же режиме будут разгибания в кроссовере. Разгибания на блоке. Это также необходимо сделать в тройной серии. 30 секунд отдыхаем, 30 секунд работаем. 30 секунд отдыхаем, 30 секунд работаем. И третий раз 30 секунд отдыхаем, 30 секунд работаем. Все то же самое. Амплитуда ограничена самым сложным участком движения. Не разгибаем руки полностью и не выпрямляем их полностью. Для чего это делается? То же самое, как и для бицепса. Для того, чтобы затруднить отток крови от работающей мышцы. Обратите внимание, что мы когда работаем на трицепс, бицепс будет отдыхать. Но при этом будет тоже кровонаполняться. То же самое, когда мы работаем для бицепса, трицепс будет кровонаполняться и ускоряться его восстановление. Сегодня тренинг на окислительные мышечные волокна. Если вдруг кто-то забыл. И все характеристики вы уже знаете. Это ограниченная амплитуда для затруднения оттока крови. Это желательно медленное выполнение позитивной и негативной фазы движения. И работа в определенный временной 30 секунд работы. И 30 секунд отдыхаем. После первого круга для бицепса и для трицепса мы возвращаемся снова. И работаем опять-таки 3 по 30 для бицепса. Я сегодня работаю в одном упражнении. В подъеме штанги на бицепс. Точно так же, как для трицепса, буду делать одно упражнение. Разгибание в кроссовье. Вы можете делать для каждой из серий разные упражнения, если вам так хочется. Мне больше нравится работать в одном упражнении, прочувствовать это упражнение, почувствовать кайф. А тот, кто говорит, что статодинамика не работает, что это легкотня, а не тренировка, тот просто не умеет тренироваться. Попробуйте, друзья, потренироваться именно в том режиме, который я вам описал. И я вам гарантирую, что вы никогда раньше не получали такого пампа, такой накачки, такого ощущения от разрыва бицепса и трицепса. Это очень и очень сложно. Поверьте, я тренируюсь по-всякому и на гипертрофию, и на силу. И гипертрофия, и вообще работа именно над окислительным мышечным волокном. Вызывает у меня самые сложные эмоции, самое сложное напряжение центральной нервной системы. Сложнее концентрироваться, сложнее держать эту концентрацию на протяжении всех 30 секунд. Сложно бороться не только с весом, но и с желанием бросить это дело, потому что в мышцах нарастает с каждым новым повторением, с каждым новым подходом, с каждой новой серией это нестерпимое жжение. Но это и кайф, как говорил Шварценеггер. От этого мы с вами получаем удовольствие. Мы по-настоящему закачиваем наши мышцы. Поверьте, даже после первой такой тренировки вы будете удивлены, насколько раздулись ваши мышцы. Не забывайте, что тот, кто тренирует все типы мышечных волокон, получает преимущество над тем, кто тренирует только один тип мышечного волокна. Во-первых, периодизация позволяет разгружать эндокринную систему, а это очень и очень важно. Многие не соглашаются, и наука не соглашается в виде учеников Силуянова с Алим, с этим не соглашается, которого я очень уважаю, что центральную нервную систему можно перегрузить тренировкой. Но моя практика показывает, что возможно. Естественно, вся эта периодизация направлена для того, чтобы мы, неважно какую из систем, не перегружали. И вы постоянно-постоянно прогрессируете. Ваши тренировки как раз-таки подчинены законам, научным законам, основанным на различном типе мышечного волокна, на том, чтобы дать мышце рост, чтобы вы получили суперкомпенсацию. И поверьте, вы каждую новую тренировку ждете, ждете. Это необъяснимо. Все это, друзья, мы проходим в нашей закрытой группе ВКонтакте. Вступить в нее стоит всего 250 долларов. Но вы пожизненно получаете членство в этой группе, где каждую новую неделю девушки отдельно, парни отдельно получают новую программу тренинга, рассчитанную как раз по различному типу мышечного волокна. Вам ничего не нужно, вам не нужен больше персональный инструктор. Вы просто каждую новую неделю открываете группу, заходите в нее, и у вас перед глазами план на предстоящую неделю. Это очень удобно, и нет ни одного недовольного. А нас в группе уже 234 человека. Это говорит о многом. Так что, друзья, тренируйтесь, тренируйтесь грамотно. Помните, что в первую очередь всегда нужно думать о здоровье. А периодизация это не только постоянный прогресс и удовольствие от тренировок. Это еще и сохранение и улучшение нашего с вами здоровья. Не забывайте, что тренируя окислительные мышечные волокна, тренируясь на то, чтобы в ваших волокнах было больше митохондрий, вы увеличиваете свою выносливость. Не нужно тренировать сердце, нет понятия дыхалка, все это антинаучная чушь. Попробуйте тренироваться грамотно и увидите, насколько вырастет ваша выносливость. И в беге, и в любых других упражнениях. Занимаетесь вы хоккеем, футболом, единоборствами, баскетболом, неважно, вы почувствуете это сразу. И за два месяца можно выйти на пик своей выносливости. Любому человеку. А в следующий раз, друзья, я вам наглядно покажу и расскажу, как сделать ваши дельты максимально наполненными, получить вот этот незабываемый 3D эффект. Тоже тренируя окислительные мышечные волокна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Пишите, после того, как попробуете эту тренировку, насколько она вам понравилась, насколько вы это прочувствовали. И обязательно, обязательно, если что-то не нравится, ставьте дизлайк, но пишите, что не нравится, чтобы улучшать канал, чтобы я знал, понимал, что вам не нравится в том контенте, который я вам предоставляю. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА